Всем привет, с вами канал PrimaryMaker и это такое достаточно длинное видео, скорее всего получится, ну или длиннее чем обычно, потому что в этом уроке мы уже до этого дописали бит, и сегодня я расскажу как и где его можно выставить, не подвигать, а просто выставить, какие площадки есть для битов, где можно продавать биты, либо же бесплатно их, так сказать, чтобы скачать другие могли, куда их выкладывать. Ну и погнали! В общем много еще будет, расскажу про несколько площадок и некоторые из них я не покажу как выставлять, потому что я ими не пользуюсь, но знаю что они есть и ими пользуются, я покажу там поподробнее про другие площадки, которые и я пользуюсь ими, вот, ну в общем-то сначала давайте поговорим о продолжении того, что было в прошлых уроках, например с прошлого урока, мы дописали бит, то есть мы сделали построение и написали, в принципе, бит до конца, собственно, что надо сделать дальше для того, чтобы выставить его уже на продажу, будем говорить в основном именно про продажу, не просто бесплатно, потому что, ну, теги нужны, например, вот, я здесь ничего не менял почти, вот, бит как звучал, так и звучит. И первое, что, ну, когда я делаю бесплатно, я это не делал, но когда мы хотим продать, то желательно сделать такую вещь, как трекаут, вообще, да, то есть как делать трекаут? Вот, мы берем, во-первых, надо отличить весь мастер, то есть мы отличаем какие-то вот плагины, которые к мастеру относятся, вот, но это просто, если у вас что-то на мастере стоит, вообще я мастер не делаю битов, потому что, в принципе, мастеринг должен делать тот, кто записывает уже вокал поверх бита, вот, и он там уже смотрит, еще как. Но, когда мы рендерим бит в mp3, чтобы просто показать, мы хотя бы зажимаем до нормальной громкости, то есть у нас имеется, ну, или должно имеется, вот, собственно, сейчас, а, у меня нет, ну, в общем-то, надо сделать mp3, давайте сейчас сделаем экспорт, то есть делаем экспорт бита, я на всякий случай делаю mp3. Так, да, на всякий случай еще mp3 рендерю, вот, теперь у нас есть вот два файлика, чтобы их просто выставлять, но, это если бесплатно мы хотим, если мы хотим платно, то, чтобы мой бит не украли, я хочу поставить какой-то тег. Как сделать тег? Ну, могу сделать отдельное видео, кому интересно, есть уже такие видео на ютубе, но, как, какие-то мои фишки, может быть, как сделать тег, вообще, как сделать тег в простыми словами, это ты записываешь какое-нибудь слово, фразу, или просто свое название, там, вот у меня Mirasonic Beats, я вот делаю, просто говорю это, и потом, либо понижаю pitch наверх, либо вниз, и какое-то эхо или delay, все, типа, easy, например, вот, у меня есть три варианта, чаще всего я пользуюсь третьим. Miworks Сони Бейт Miworks Sони Бейт Здесь понижен, а здесь повышен. И он такой быстренький, но его можно подкорректировать под бит, вот. Нареби tritaskimao его и... И теперь, как хотите, можете очень редко ставить его, можно вообще только один раз поставить в начале, можете ставить каждые, там, 4 такта, каждые 8 тактов, я ставлю достаточно часто, чтобы не украли, Кому-то это может, так скажем, не нравиться, кто слушает, но чтобы зачастить, желательно ставить почаще. Например, я могу ставить вот так вот, так вот. Ну, то есть с такой частотой, да. Могу сделать в два раза больше, точнее чаще, вот так. То есть, видите, уже почаще. Ну, давайте мы поставим подсетку. Здесь подсетку, но здесь, видите, немножко не в ритм. Вот, мы его поддвигаем примерно вот так, чтобы это было здесь. Обязательно с помощью стрейч, чтобы он менял, как бы, ну, в общем, стрейч нажимаете вот сюда, вот, то есть, и тогда можете тянуть. Теперь он ровно, да. Вот, можно потише сделать. Вообще, какая громкость должна быть у тега, желательно, как я ее ставлю? Я ее ставлю, беру, нахожу самый громкий момент в бита, и чтобы он не был слышен, но не мешал слушать бит. Чтобы на него не могли, поверьте, записать бесплатно и скачать. То есть, согласитесь, это достаточно слышно. Но это очень тихо и, в принципе, не мешает прослушать бит. Отвлекает чуть-чуть, но бит мы прекрасно слышим, понимаем качество его и стоит ли его покупать. Вот, и давайте тогда я расставлю, например, вот так вот. Могу вот так вот. Ctrl, ой, Shift зажимаю, в общем-то, и копирую. Опа. И так же само рендерим. То есть, делаем рендер, экспорт. И я приписываю вот так вот, чтобы мне было понятно. И все то же самое. ВАФ и МП3 на всякий случай. МП3 на всякий случай. Потому что ВК принимает только МП3. Если вы хотите через ВК выставлять биты, вот, собственно, только МП3. Так, мы с рендерингом. С тегами. И последнее, собственно, с чего я начинал, это про трекаут говорил. Так вот, трекаут, что это такое? Это все инструменты отдельно. То есть, дорожки инструментов. Например, у него будет МП3 только кика, МП3 только баса, МП3 только того. И так вот все. У нас сейчас очень простой бит, поэтому дорожек мало. То есть, если нажать здесь All, здесь появится все. Автоматизации там. И вот это вот все звучки, которые мы использовали. То есть, их всего лишь здесь вот 6 штук. И, смотря на это, надо сделать 6 МП3 записей. Точнее, ВАФ, извините, ВАФ. Да, лучше ВАФ. Вот. ВАФ записей. И обязательно выключив мастер, вот, громкость. Которую поджимали. Чтобы они сами уже, ну, звукарь их или мастер, короче, когда делают. Короче, что непонятно, спрашивайте, пишите в комментариях, ладно. Или вы сделаете отдельный ролик, там, подробнее. Как сделать трекаут, еще там, подробнее. Но, в принципе, надо самим вручную выбирать. Вручную надо выбирать определенный вот канал. Кик, например. Файл. ВАФ. И пишите Кик. Ну, и делайте такую папку. То есть, если сейчас показать. То есть, вот, как у меня папка выглядит, вообще, видите, вот такой трекаут. То есть, видите, только бас, там, два баса, если у вас кик, опенхед, там, ну, и так далее. И потом вы просто сделаете архив, либо загружаете на какой-нибудь диск, драйв онлайн. Ну, в общем-то, расскажу потом, когда будем выкладывать. И, да, почему Миросоник Ватер, потому что Миросоник это я, Миросоник Битс можно писать. И тире, и название бита я пишу. Я придумал, что это Ватер. Также, сансплэш, на сайте сансплэш, вот, скачал, собственно, бесплатно. Все, качается. Хорошие качества фото. То есть, посмотрите, какие здесь размеры. Может, смимо, может, просто оригинальный взять. Очень большое. Ну, и я специально переименовываю вот так вот, чтобы, вот, указать, кто это. И потом в Ютубе, в комментариях, ну, не комментариях, а в описании пишу, что это фото. На всякий случай, собственно. Вот и все. Есть еще непонятное пишите в комментариях, а мы переходим дальше, потому что... Дальше, когда мы все это сделали, что я еще делаю? А, ну, вообще, надо подготовить картинку. Представим, она у меня вот такая. Да, немножко сливается текст, но это только пример. В общем-то, имеем картинку, имеем название, имеем, в общем, ваше оформление. Почему прямоугольный, вообще, квадратный, наверное, желательно. Но у меня так получается, что если квадрат, то он четко вот здесь. А прямоугольную я делаю для Ютуба, вот. Поэтому делаем экспорт как. Выбираем JPG. Ну, если мы говорим про фотошоп, можно в любом другом программе онлайн даже можно делать, в общем. Вот, и... Так, это мой прошлый. Ну вот, и делаем просто вот, как сохранить. Ютуб принимает максимум 2 мегабайта JPG, то есть... Ну, не JPG, а вообще 2 мегабайта файл картинки. Поэтому надо, чтобы было чуть меньше 2. Даже, по-моему, 2 не принимает, а чуть меньше надо. Вот, и заменяем. Так, теперь качество у нас будет хорошее. То есть, картинки. Все, у нас есть картинка. Ну и погнали. По очереди, как выставлять. Значит, первое это Ютуб. У вас может иметься Ютуб с вашими битами. Вот. И сюда вы просто загружаете видео. Я сейчас не буду загружать на дендроэндрис. Вот, у меня есть... Я это делал в After Effects. То есть, я закидываю сюда картинку и тег с тегом mp3. А если у меня бесплатно, значит, без тега. Вот. Дальше у меня есть эквалайзер. А, я картинку уже закидывал. Вот. Эквалайзер. Я его применяю. Применяю, в общем, это все. Как бы, вы смотрите. Можете просто картинку срендерить и без каких-то вот анимаций таких. В общем-то. И делаете видео какое-то. Я сейчас возьму просто левое видео, скажем так. Вот. Возьму какое-то другое видео. Любое. Предположим, это вы видео с битом. И... Как я обычно делаю название? Обычно я пишу... Что это за бит? И... Пишу вначале там, не знаю. Кул. Какие-то типа тега трава. Там, трэп. Хип-хоп. Там, не знаю, еще. Дарк. Бывает. Какие-то типа мрачный. Хип-хоп бит. Потом пишу опа. И пишу уже название. Вот. То есть, раньше я вот это не писал. Было только так. И в конце в скобочках... Ну, вообще, самое главное. Почему это в конце? Потому что самое главное именно, чтобы находилось, что это. Как бы никто не пишет именно так. Пишет именно вот по таким ключевым словам. В описании я пишу PPM. Поэтому я специально, кстати, смотрите PPM. И вот... Ну, я так его текстовым документом сохраняю, чтобы не вспомнить. Ну, людям бывает важно, чтобы вокал. И чтобы не искать, я всегда пишу. Дальше там пишу свои субсети. Инстаграм, там, ВК. И так далее. Еще я пишу... Вот так беру... И пишу, чья фотография. В самом-самом конце я пишу какие-нибудь теги. Три тега, потому что они показываются потом на видео. И самое главное, где можно купить и привезти этот бит. Собственно, там есть площадки и т.д. Ваши площадки и ссылку, ссылку, где можно купить. Это как видео выставить, собственно. Ну, и так дальше, как обычное видео, вот. Собственно, это про YouTube. Дальше. Как выставлять на таких вот площадках. Вот есть у меня 4 площадки, которые такие самые известные. По битам. Начнем с BitMaker TV. BitMaker TV чисто русская. В общем, СНГ площадка. То есть все на русском в основном. Сразу. Ну и вот сюда можно выкладывать. Здесь сложновато зарегистрироваться, потому что просто так не получится. Как BitMaker здесь сложно зарегистрироваться, потому что здесь можно как артист зарегистрироваться, а можно как BitMaker. И если ты как бы как BitMaker, то... Здесь надо проходить отбор специальный. Ты пишешь, сколько ты занимаешься, сколько у тебя минимум прослужил. Ну, короче, свои соцсети, они, скорее всего, не пустят, если ты еще только начинающий. Вот. Здесь есть какие-то... Ну, то есть у них есть условия. В общем-то... Но сайт рабочий, по идее. То есть мы смотрим, вот, собственно, что у нас здесь есть. Второй... И им я, кстати, не пользуюсь. Второй AirBit. Тоже известный достаточно. Ими я пользовался чуть-чуть, но потом перестал. То есть, вот, опять же, здесь тоже можно продавать или покупать. BitMaker это уже английский. Ну, не английский, а вообще на английском здесь все. То есть, не СНГ. Нет, вот такой аккаунт. То есть, вот как это все выглядит. Это само можно поставить фото, картинку. Это тоже само можно поставить картинку. Ну, и вот так это будет выглядеть. Вот разные варианты бита, как можно купить, привезти. Можно как Basic, только MP3-Wav. Или Exclusive полностью. И трекаут, видите, собственно, трекаут. То есть его надо добавлять, чтобы он показывался. Можно без него. И две площадки, которыми я пользуюсь. То есть, первая это BitStars. Вот так. Здесь поговорим, как выложить поподробнее. И здесь вот SoundClick. Ими я пользуюсь больше всего. Потому что удобно очень. Не знаю. Мне очень нравится. Здесь можно очень много просто выкладывать. А здесь максимум 10, если ты не заплатишь. То есть, здесь бесплатно только 10 битов можно выложить. Ну, и погнали. Как бы как Upload. Вот Upload New. Сюда мы закидываем MP3 без тега. Ой, Wav без тега. И Upload. Дальше у нас спрашивают, что. Ну, это у нас вот этот вот. Production. Можно и SoundKit, кстати, здесь выкладывать. Ну, вот. Называем его. Уже просто. Потому что это и так понятно, что это бит. Так как вот у нас бит. Видите? Type. Когда он выйдет, можете даже сегодня выставить. А покажется он всем в онлайне. Только там когда-нибудь, когда вы хотите. Теги. Я не знаю. По каким тегам ищет. Скорее всего, хип-хоп. Хип-хоп. Я бы не назвал, на самом деле, это Dark. Но пусть будет Dark Beat. Вот ссылка на трек. Можно сказать, что это бесплатно. Но это не бесплатно. Вот. И можно сказать, что ты можешь бесплатно скачать. А можно платно только. Можно бесплатно, но подписаться на тебя придется. Здесь, здесь. Ну, в общем-то, смотрим. Здесь самое главное. Это жанр. Хип-хоп. И пусть будет трек. Это настроение. Ладно, пусть будет Dark. Вполне. Это можно и не выбирать, на самом деле. Вот это вот. Главное вот этот выбрать. Видите, галочка. Ну, просто это помогает для поиска. Ну, энергично, хорошо. Description я обычно пишу BPM. Хотя BPM вот здесь тоже можно указать. Также и ключ можно указать. Но я его обычно не помню. Но если посмотреть, у нас это... До, до, до минор. Вот, поэтому пусть будет до минор. До майнер. Си майнер имеется в виду. Все. Дальше можно добавить видео с YouTube, собственно. Но у меня его нет. Пока что. Фотографию. То есть мы upload artwork. Также добавляем water. Да, он не квадратный. Но он нам, видите, обрежет. Он заменится дальше. Здесь мы ставим untagged. То есть без тегов. Вот. У нас есть select. Видите, мы загружались в начале. Дальше track. Ставим, видите, какие варианты здесь есть. Почитайте. В общем, может где-нибудь через Drive. Google Drive, Roblox. Вот. Ну, а я просто zip делаю. И zip. Но пока что без zip. Пока что я это не буду делать. И дальше уже загружаем с тегом. Тоже WAV. Ну или mp3. Это как бы звучать, как бы превью для тех, кто будет слышать. То есть уже с тегом. Все. И дальше publish. Но я это пока что не буду публиковать, так как у меня этот трек стемис. А это надо выложить. Дальше как выкладывать бит через SoundCloud. Edit. Ну, создаем аккаунт, конечно. Потом music. Потом adsong. Вот это вот. И пишем. Я, кстати, здесь пишу просто так. На всякий пожарный. Дальше теги. О, у меня что-то здесь есть. Пусть и будет. Дальше. Так же самое. Untagged. Потом с тегами. Потом так же самое. Tracout Stamps. Если что, вы не загрузите. Потом сможете подгрузить позже. Вот. По идее. И все. Это уже. То есть потом она будет зайти редактировать. И там уже поменять фотку. Картинку имеется в виду и описание. То есть для того, чтобы выставить. Вот дается только такая вот окошко. То есть тут нету как-то здесь сразу все. Немножко на самом деле странно, неудобно. Вот. Но мы подождем пока не загрузится. Кстати, пока загружается. Хочу сказать, что BeatStars имеет и дистрибуцию музыки. То есть не битае, а уже полноценная работа с вокалом. Или с рэпом. Или просто инструментальные какие-то. Ну и биты там можно тоже, конечно, выкладывать. Но смысла не вижу. И я ей пользуюсь. Вот. И если хотите, могу сделать обзор. Пишите в комментариях. Да я полюбоваться сделаю обзор. Но если напишется, быстрее сделаю. Ну типа там постоянно просто сайт обновляется. Так это новое. Относительно новое. То есть недавно появилось достаточно. Год что ли. То есть очень недавно диссируется. Все. I'm done. Uploading. В общем я закончил. Потом не до конца все это обрабатывает. И все. Вот. Обновляем страницу. Ну по крайней мере у меня. Видите, ставится обычная фотка. Но ее можно поменять. Нажимаем edit. BPM. Можно тоже написать. Description. Тут все можно изменить. Сюда можно нажать. Если вы хотите, чтобы эта песня была у вас первая. Ну трек. Beat был в первой среди вашего списка всего. То есть он самый крутой. Вы кажется, что он такой. Ну более прогрессивный что ли. Вот. Но это нет. Чтобы поменять картинку. Нажимаем на картинку. И меняем ее. Вот. Это. Он сам может сделать ее квадратной. Вот. Ну и оно загрузилось. Собственно здесь еще есть такой прикол. Что можно сделать бесплатно. А можно сделать стрим-онли. То есть стрим-онли. Но доллант. Если вы хотите, чтобы это было платным. Собственно, мы paid лиценз. А можно нажать paid. Чтобы они могли скачь. Ну. Покупатели могли скачивать. Но за плату. Небольшую. Вот. Ну я ставлю стрим-онли. Например. Также сон клик эксклюзив. Это если вы только на сон клике продаете бит. И поэтому он будет как-то отображаться по-другому. Что только на сон клик. Поэтому других площадок вы купить не можете. Я так понимаю. Это free лиценз. И мы ставим free доллант. Это значит, что у вас бесплатный бит. Вот. Также видите здесь. И собственно можно догрузить. Чуть позже. Так вот ставим. Также и другие файлы. Ну. Нажимаем так. Например. Все. Бит есть. Можете нажать play на него. Нажать сюда. И это ваша страница. Вот ее. Вот эту ссылку вы делитесь. Делитесь. Собственно. Куда хотите. И в YouTube. В описании. Где можно купить это. Вот в принципе и все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok